здравия желаю добрый день я что-то нарушил оружие котики запрещенные препараты или может быть семью перевозите нет конечно же не против если я осмотрю машину сильно не бейте пожалуйста всем привет сегодня я решил рассказать вам историю про вызволение семьи из карантина которую упоминал в прошлом ролике кто ты самозванец настоящий закатун не меньше года делает обещанный ролик вкратце напомню отвез я значит супругу с дочкой погостить к родителям соседний город а через пару дней их закрывают на карантин да тот самый и вдобавок ко всему я сам сильно заболел все подробности в прошлом ролике а сегодня продолжу с момента когда болезнь отступила и пришло время вызвали от семью разумеется я бы мог просто поехать и забрать их но в таком случае мне бы пришлось заполнять огромную кучу бумаг сдавать анализы и я буду нежен с тобой после чего еще сидеть две недели на карантине залипая в стены родительской хаты серые скучные стены хоть развешивая на них новые кредитные карты think of platinum из лимитированной серии с ярким цветным дизайном но привлекает в них не только внешне но также богатый и главное выгодный внутренний мир например вечное бесплатное обслуживание при оформлении карты до конца марта кредитный лимит до одного миллиона рублей бесплатные переводы на карты любых банков до 50 тысяч рублей в месяц без подписки и до 100 тысяч рублей в месяц подпиской think of pro можно даже переводить деньги на дебетовые карты и снимать потом наличку кэшбэк до 30 процентов под спец предложением где каждый бонус равен рублю рассрочка до 12 месяцев на любые покупки просто подключите ее в приложении выбрав недавнее приобретение от 1000 рублей у этой кредитки действительно масса преимуществ убедитесь в этом сами переходите по ссылочке в описании и успевайте оформить карту think of platinum до 31 марта чтобы получить бесплатное обслуживание навсегда выгода еще никогда не было такой выгодной а сидеть бы пришлось так как супруга рассказывал что почти каждый день к ним приходили какие-то люди со списком и проверяли находятся ли они дома алло полиция за нами следят странные люди не переживайте мы обязательно разберемся а сейчас заприте все двери и сидите на месте нет этот путь не достоин самураль тем более я уже переболел анализы сдал все в норме так что было решено искать объездные пути на всякий случай и чтобы не было так страшно я взял с собой двоюродного брата мы собрали вещи сверили карты и отправились в путь не забыв перед дорогой подписаться на мой канал только поглядите сколько из вас смотрят его без подписки не хорошо так не хорошо в отличие от соседнего города наш не устраивал никаких блокад и карантинов так что выехать получилось без проблем мы быстро преодолели первую половину пути и в скором времени оказались на вражеской территории карта подсказывала что ехать нужно через соседнюю деревню по полям вдоль леса маленький совет никогда слепо не доверяйте картам что только не вставало у нас на пути полуразрушенные мостики по которым скорее всего еще кареты ездили лет сто назад поля без дорог только с направлениями дорога вдоль леса с непонятными развилками машины которые преследуют нас и моргают фарами стоп что походу приехали блин так и знал что не надо на эту авантюру соглашаться у меня мыло постоянно из рук валится я не выживу на зоне до первая мысль погоня я конечно мог попытаться от них оторваться но подумал что штраф и две недели карантина не стоит 15 суток изолятора поэтому было решено остановиться и принять свою судьбу с нами сравнялась серая затонированная в хлам девятка окно открывается и видим не менее затонированных чуваков в восточной наружности жесть за нами чё фбр вызвали мужики не в курсе где тут пост объехать нужно да оказывается это были такие же искатели приключений мы подсказали им ближайший маршрут они поблагодарили и уехали в обратном направлении я сам хз наши приключения продолжились и судя по карте уже должны были подходить концу но на пути было еще одно испытание бетонные блоки посередине эстакады которая вела к финальной деревне было видно что они расставлены неаккуратно видимо местных жителей достали такие умники как мы но при этом стояли они как будто давая шанс небольшого размера машинам мне кажется пролезет ага ты также про свое пузо говорил в итоге мчс пришлось вызывать чтоб тебя из забора достать ехать обратно долго искать другую дорогу некогда поэтому было решено попытать удачу здесь брат вышел из машины и корректировал мою траекторию я ехал очень медленно переживая за лакокрасочное покрытие своей ласточки брат переживал не меньше меня и в итоге когда осталось всего пару сантиметров и я спокойно выехал а вы что подумали но далеко я не уехал так как сразу попал колесом на гвоздь который как мне кажется тоже лежал там не просто так запаски нет набора для ремонта тоже не пришлось ехать всю оставшуюся дорогу периодически останавливаясь для подкачки колеса но есть и хорошие новости спустя много часов пути мы все же добрались до места я еще никогда не был так рад увидеть свою семью во первых не виделись целых две недели во вторых после всего что нам пришлось преодолеть это просто бальзам на душу папа почему ты плачешь просто рад вас видеть на следующий день мы залатали покрышку собрали все вещи и отправились домой как да все теми же путями а самое смешное знаете что а то что можно было спокойно ехать по дороге так как оказывается выпускали из области свободно а еще еще знаете что а буквально через несколько дней как мы вернулись локдаун вообще сняли да это путешествие я не скоро забудут тем более теперь есть ролик который будет о нем напоминать ну а на сегодня это все наверное единственный совет который могу дать это не торопитесь с принятием серьезных решений утро вечера мудренее как говорится подписывайтесь лайкайте заглядывайте в мой телеграм и до встречи в следующем ролике пока пока пока